И у нас процедура вот какая. Мы имеем несколько чисел, вот изначально было два числа, ноль первых и одна первая, и мы взяли диагону и добавили между ними. А дальше мы запускаем индуктивный процесс. У нас есть несколько чисел, и на следующем шаге мы к этим числам добавляем медианы. Они между ними. Добавляем. Ну давайте еще один шаг сделаем. Здесь у нас ноль, одна третья, одна вторая, две третья. Значит, здесь если проводим медианы, то это будет одна четвертая. Здесь складываем. Сколько будет? Один плюс один, два, а три плюс два, пять. Здесь одна, один плюс два, три, а два плюс три, пять. А здесь два плюс один, три, а три плюс один, четыре. Ну вот еще я нарисую стрелочки вот каждый раз. Видите, как я красиво стал рисовать стрелочки. Если нам понадобится в следующий раз, я сейчас просто рисую, потому что они, в общем, естественно появляются. То есть вот каждый раз, как будто вот это вот число, число н-кого уровня идет. Идет основная задача справа и слева. Ну это вполне естественно, потому что если у нас есть точка, которая конец двух соседних интервалов, то есть вот этот раз, по-другому, это не было. Когда мы берем медианы здесь и здесь, если мы вот с точки зрения вот этой точкой смотрим, мы можем посмотреть, вот здесь медианы справа, а здесь медианы сбавка. А вот так получается вот это вот. Видите, такое дерево получается. Каз-ка-ка-ско, а с этим значимым, мы запасуем. Если он может выпрямить, то он двоичное дерево. Вот ноль не является, не выпрашиваем этого дерева. Вот одна первая, одна вторая, одна третья, две третьих, одна четвертая, две пятых, три пятых, три четвертых. Вот это дерево... Нет, я не понимаю, что это щуржение. Вот одна четвертая я понял, две пятых понял, три пятых понял, три четвертых тоже понял. А следующий уровень я не понимаю, как получится. Хорошо. Одна пятая? Нет, слева будет одна пятая. Слева, молодцы, слева будет одна пятая. Здесь сколько будет? Вроде две сих пор. Вроде две сих пор. Вот тут было рассказано, как получается. Т.е. у нас на этом уровне есть какие-то чисел. А, т.е. одна третья, она все равно висит. Мы берем не между одной четвертой и двумя пятыми, а между одной четвертой и одной третьей. Да. Да. Вообще говоря, вообще говоря, можно ввести некоторую налогу. Но я от этого сейчас скорее услышусь. Я, знаете, я там поступлю? Я поступлю. Компромисс. Надо решать проблему компромиссов. Вот не до конца заформализовать, а заформализовать не нужно. Давайте f на другое. Это есть множество, состоящее из ноль первых и одной первых. Если есть f nt, которое состоит из чисел ноль, xi nt нулевое и так далее. Кси nt, скажем, о-о-о-о, я сейчас задам вопрос. nn равна единице. xi nt житая это а nt житая на b nt житая. Значит, я беру норму что-другую, q n плюс 1, которая состоит из чисел а nt плюс а nt плюс 1, b nt плюс b nt плюс 1, когда же меняется ноль и так далее, n, n минус 1. И f n плюс 1 это f n, а житая. Нет, тогда минус 1 не в индексе, а в... О, спасибо за... Выдохся, это Маркоса. q n плюс 1. Теперь вопрос, на который, я думаю, следует ответить. Чему равно n с индексом n? Давайте простой вопрос. n нулевое, чему равно? То есть сколько... n с индексом n это количество элементов в множестве f n. n нулевое, ровно? Единица. 2. Нумерация с нуля начинается. Нет, нет, нет. f нулевое, это знаете, что такое? Это кси нулевое, нулевое, кси нулевое первое. С нуля начинается, правильно? То есть это n нулевое? Тогда вот это форма неправильная, да? Вот именно. Давайте, давайте, когда вот напишем, что ли, минус 1. Да. Потому что мы нулевое число, первое число. Вот нулевое число, первое число, всего два числа. n нулевого, ровно, единица. n первое, чему равно? Ну, 2. Молодцы. n второе, чему равно? Тебе надо считать, сколько? Ну, 5. Нулевое. 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 Нулевое, да. 4. Так. Ну, если последствия, 1, 2, 4. Последие. 1. 4. Смотрите. Не зря мы это нулевое выкинули. Да. Это нулевое выкинули. Совсем не зря, Александр. Это нужно рисовать дерево. Что вот здесь вот эта точка, она не нужна. Вот была одна. Ну, вот еще одна. Ну, так вот. А дальше то они упалились. Так что понятно, что в общем виде здесь это будет просто не я. Так что вот, я когда задали вопрос, где или не дерево, понятно, нет, он от этого конца доски ушел и там о чем-то стало рассуждать. Давайте вернемся опять к этому месту. И здесь я хотел сказать несколько слов, ну, если так можно выразиться, характер исторического. Вот вообще в порядке, часто вот к этому дереву употребляется слово, например, дерево Форея. Это не совсем, наверное, правильно говорить. Правильнее говорить. Дерево, наверное, Штерна в раку. Форей – это математик 18-го, наверное, который действительно вот эту процедуру осознал, но он осознал немножко другое то же время, о котором я сейчас могу говорить. А вот процедуру именно вот такого двоичного дерева описали два человека – Штерн, немецкий математик, и Бракот, французский, он не был математиком. Я не знаю, знает република и кем был Бракот? Нет. Свои наблюдения, касающиеся вот этой последовательности, вот эти последовательности называются последовательности Штерна-Брако. Штерна-Брако. Брако француз, поэтому он пишет вот так. Бро-бро-кот. Как сегодня утром говорили, что Трамар пишет с буквой «тэ» и Бракотом. Так вот, он опубликовал свое наблюдение, касающее последовательности, журналит ревью-хронометрик. Он был часокщином. Он собирал часы и делал там шестеренки. То есть, с того, как там делать эти шестеренки, он сообразил, что для того, чтобы хорошо шестеренки сделать, нужны цепные дроби. И вот эти последовательности они делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова